привет друзья сейчас у нас будет распаковка у меня был небольшой шопинг чуть-чуть в красном карандаше и передвижники тут у меня пакет передвижника потому что всякое что было в красном карандаше я тоже сейчас туда поместила и буду рассказывать что я приобрела потому что некоторые вещи очень полезные некоторые менее полезны и сделаем с вами такой небольшой обзорчик и плюс потестим какие-то вещи тоже забегая вперед скажу что тут будет в основном все для пастели связанная с пастелью и с акрилом также плюс какая-то еще там канцелярка и прочие вещи всего сама уже точно не помню поэтому заодно буду вспоминать я знаю что как-то распаковки они очень хорошо заходят и я сама тоже люблю смотреть потому что это такой творческий шопинг давайте начнем с большого пакета сейчас вот этот поменьше я тогда отодвину тогда поехали давайте будем начинать тут у меня просто всякие большие штуки вот наверное начнем с них а закончим более маленькими здесь у меня это как раз из красного карандаша вот такой вот тубус в нем у меня бумага пастельман сейчас распакую и покажу вам какие оттеночки я взяла и расскажу почему ну что здесь у меня не так много на самом деле три листа я взяла 50 на 70 это пастельман до бренда фонтейн и вот такой светло-зеленый он по-моему называется здесь в принципе у него ничего не написано но по-моему да он идет как светло-зеленый я подумала что мне пригодится вот такой то есть это все подготавливаюсь для моих портретов для заказа дальше вот такой вот желтый это вроде у нас идет моис цвет потому что да это моис вот интересно видите здесь у него написано что это моис почему зеленого написано какой у нас вот этот зеленый оттеночек самые скажем так не популярные оттенки это вот эти вот желтоватые моис и лютик лютик он совсем такой уж прям супер яркий жгучий желтый моис он все-таки поприятнее по оттенку не более такой сдержанной скажем так и я кстати знаете как делаю иногда я его тонирую акварелью либо акрилом так вот жиденько с водичкой какими-то другими оттенками более нейтральными например там можно с фиолетовым сделать смесь и тогда этот цвет становится такой более приятный более сложных если он нужен потому что для для рисования животных да и людей тоже слишком яркие цвета они могут как-то отвлекать и вот такой вот светлый оттеночек это по моему даже не белым называется а это идет то белое белое вино наверное так здесь видите я вас обманул это идет как белый но он все равно не чисто белый а такой вот приглушенный сейчас покажу для сравнения с просто с белой бумагой вот например лист обычной белой бумаги видите что у него все равно более такой теплый оттенок опять же его тоже можно будет если что немного затонировать у меня также есть запасы светло-серого либо там светло-голубой он еще называется по оттенку я брала поэтому мне экономнее брать не именно склейки тем более сейчас они очень прям очень стоят дорого мне вот удобнее брать листы хотя листы тоже конечно подорожали да если говорить про арт-маркеты то в красном карандаше вот на данный момент да то есть там сердино апреля и позже у них уже цены там получается по 800 чем-то рублей вот такой лист 50 на 70 постельмата передвижники принципе их нету но вот и вспоминая были ли раньше но по моему они как-то никогда особо пастельмата мне закупались вот так вот не будем на них останавливаться вот такие плюс у меня три листика которые буду резать соответственно и использовать под нужный мне формат давайте сейчас убираем и идем дальше дальше что у нас сразу вытащу коробочку взяла я себе вот такой вот небольшой мольбертик настольный этюдный ящик видите как он называется на самом деле для чего я его взяла потому что хотелось мне вот такую штуку и у меня цель знаете какая в общем его хочу сейчас найду где он открывается покрасить в золотой золотым акрилом хочу его покрасить чтобы на нем красиво снимать работы потому что у меня большой мольберт и на нем иногда немного неуместно выглядят маленькие работы на толстах и поэтому не хочется чтобы он был большой хотя он такой красивый может быть и не красить хотя люблю я все красить такие вы знаете легкий золотой оттеночек и он будет смотреться очень красиво сколько почему 1400 он стоил на самом деле прям дороговато для него но я подумала почему бы и нет так сейчас его откреплю здесь он зафиксирован кстати пришел в неправильно собранном виде представляете но посмотрев на картинку я поняла что с ним делать так что сейчас зафиксирую его и и все и он будет в рабочем состоянии может не буду красить сейчас он такой красивый чистый вот эту штуку закрутим вот полностью сейчас наверное не будет видно потому что у меня сверху вот так вот камеру ну да так вроде норм неплохо он буквы у меня большой чудник на котором я работаю я честно говоря не помню мне кажется тоже он то ли буквы то ли что-то похоже вот в общем очень неплохо вот так вот он стоит и здесь можно будет фиксировать разные по высоте колстики не знаю буду ли я на нем работать или просто буду фотографировать я думаю пригодится мне очень хотелось единственное вот здесь немножечко он считается можно его подтянуть но вот такой вот красивый да давайте идем дальше дальше наверно не так интересно и я взяла кальку это обязательная для меня вещь потому что когда я отношу картины на экспертизу чтобы можно было отправить из стороны все вот это я прокладываю калькой также при отправлении чтобы пастырь была защищена я листик кальки добавляю сверху и потом уже упаковывать так все это намного безопаснее происходит поэтому вещь необходимая и поэтому я взяла а дальше у меня идут полсты которые будут мне нужны для работы тут взяла разные выбор кстати был не такой большой передвижники вот только один вариант был холст на картоне мелкозернистый 40 на 50 сантиметров от гаммы раньше конечно намного до цена была пониже сейчас даже вот гамма уже стоит довольно прилично дальше дальше у меня еще несколько холстов несколько холстов от мальевича взяла потому что тоже мне не будут нужны по моему разу точно два меньше раньше была цена но тем не менее мне нравится что они сзади более-менее прилично выглядят холсты на картоне от мальевича потому что зерно на самом деле у всех она примерно одинаково по толстам что хочется сказать вот такие вот маленькие часто беру на холст на картоне если формат уже больше да там даже тот же 40 на 50 как вот этот у меня или еще больше то лучше взять конечно на подрамнике потому что они прогибаются и выглядит не так красиво также взяла два круглых холста притом вот этот какой-то странного виду а немного вот такой изогнутый но как бы окей еще тогда это заметила думаю пускай будет потом кстати можно холсты на картоне вот так вот модифицировать я так делала то есть вот такой чуть-чуть главное аккуратненько прогибаете они потом выравниваются принимают нужную форму так эти мне тоже будут нужны и что еще вот такая маленькая папочка для маленьких холстов ой для маленьких работ пастелью калька только всегда нужно и это уже не так интересно здесь я заказала парочку себе вот таких пинокартончиков разных 3 миллиметра и 5 миллиметров вот такие это тоже мне для отправок чтобы все это было надежнее чтобы красиво выглядело то есть у меня я отрежу кусочек да потом не идет работа я вот так ладу работу наверх кладу лист калечки все это в бумагу тишью тишью вот как это называется скажите нет это красивая бумага упаковываю и потом убираю в такую коробочку то есть чтобы все было максимально безопасно вот поэтому пришло взять и такой большой пакет от передвижников совсем пригодится тоже без всяких ношений больших картин вот и все с большим пакетом мы с вами разобрались это я перекладываю сторону и давайте смотреть всякие мелочи здесь у меня всякие лаки поэтому он вот так вот суммит так и этот по моему который еще я взяла в красном карандаше лаку так не так просто было найти спрей для фиксации акриловых работ сейчас вам покажу кстати вот например видите я уже им прикрепила к моему новому такому этюд ничку мольберту вот например такого плана работа акрилом она у меня уже ну высохла естественно и еще я покрываю лаком ой покрываем маслом обычно фон чтобы цвета были более такие мягенькие то здесь у меня хоть сейчас и выглядит более менее однородно текстура вот этот рисунок весь это акрил а вот это вот слой масло потому что масло его можно носить потом уже на акриловый слой и вот такие работы я покрываю спреем раньше я брала лаки которые вот так вот кисточкой можно намазывать потом перешла на спреи по более-менее адекватной цене по моему где-то 1400 он стоил при том видите в красном карандаше они все замазывают эти ценники потому что каждый день цена меняется становится больше естественно вот и взяла вот такого плана никогда не пробовала но мне вот девушка сказала что он как бы окей поэтому я решила запастись разными спреями потому что дальше особенно не не наши отечественные типы саны это они все будут очень очень сильно дорожать сто процентов уже дорого будет точно еще больше так это мы тогда с вами откладываем здесь у меня что давайте посмотрим это уже передвижник здесь у меня всякие мелочи мне положили и что-то еще а вот кстати попробуем сейчас мне очень интересно вот такой вот акриловый маркер я заказала и для карандашей давайте сейчас какую-нибудь бумажку я принесу чтобы мы потестили вот такой кусочек бордового пастельмата взяла на случай всяких рисовашек и тестирования так ну клячка понятно да мне нужно как и всем нам потом у меня есть уже такой но я решила еще взять карандаш и вот такие карета color это белый угольный карандашик у них разные маркировки поэтому обращайте внимание то есть там есть циферки 123 от этого зависит их мягкость вот этот у меня под номером один и он довольно мягенький по белым карандашам мы с вами уже все это рассматривали поэтому прикреплю где-нибудь видео до что ссылочку на обзор белых пастельных карандашей в общем не понравилось вот эти карета color я решила на всякий случай взять чтобы чтобы было да потому что опять же мне кажется дальше будет еще дороже белый карандаш и вещь полезная так далее далее давайте что еще по карандашам посмотрим вот такого плана я взяла лиру тоже белый пастельный карандаш заточить ли нам его давайте я его наверное заточу и мы с вами потестим его потому что он они видите вот в таком вот виде когда сам должен человек заточить такой карандашик так я почти заточила видеть я хочу просто снять верхний слой дерева и остро затачивать его не буду потому что сейчас у него все равно будет острая сторона и мы с вами попробуем его карандашиков я отдельно разных по накупала опять же чтобы запастись сейчас белых карандаши про много-много у меня стало это мы убираем ну что затачивать в принципе он неплохо как хотя у меня ножик резак довольно сейчас был не острый но тем не менее он более твердый он более жесткий даже если сейчас мы бегло сравним с той же самый с тем же крыта каморда крыта color более мягенький как можно определить на самом деле это можно понять даже по по звуку и по нанесению видите он более мягко наносится а здесь он наносится более твердо для каких-то деталей будет неплохо да и скорее всего по растушевки крыта color будет растушевываться лучше а вот этот наш лира будет немножечко уже растушевываться потому что он более твердый да то есть для каждого белого карандашика как и для любого другого для него есть свое применение что еще взяла я разные кисточки просто знаете так на скидку чтобы у меня были все это для шерсти разные попробовать потому что они быстро у меня приходят в негодность особенно если рисую какую-то пушистую шерсть красивые и кстати очень такая приятная синтетика мягкая вот такой вот малевич которым можно и прорисовывать какие-то подробные вещи в то же время работать вот этой широкой стороной тоже рисовать шерсть потом еще взяла маленькую вот такую имитацию белки их кстати чтобы они сохранились я имею ввиду вот этого дерева и хорошо бы покрыть конечно лаком но не знаю буду ли это делать или нет тоже время покажет потом еще от рублева вот такую четверку она аналогичная будет похоже на малевича но она будет пошире и она знаете более такая мягкая почему все вот это синтетика да потому что при работе акрилом белочки и колонки они быстро погибают и приходят в негодность потом еще одна имитация белки то есть вот эти две они одного типа получаются да вот такие кисточки тоже ей можно будет какие-то тонкие вещи делать и и я думаю всякие шерстиночки тоже вот решила тоже запастись немного кистями потому что маленькие использую намного чаще а широкие бывают реже так что у нас дальше давайте посмотрим я заказала также вот такой флейц взяла от невской палитры просто потому что вот размерчик такой мне подошел вот такая синтетика я думаю что увидите где-то уже испачкалась я думаю что это будет у меня в основном для фонов также я брала синтетику чтобы покрывать уже лаком картины но сейчас видите я сделаю это лаком спреем очень такая приятная красивая поэтому какие-то кончики вот буду делать ей так все это мы с вами разобрали дальше давайте посмотрим интересную вещь вот такой вот маркер акриловый им можно работать уже поверх акриловых работ например рисовать какие-то тонкие детали там блики усы и так далее сейчас попробую его аккуратненько вот так вскрыть и порисуем у него по моему 07 до должна быть толщина 07 миллиметров то есть я думаю как раз для усов у него система вот такая с помпой здесь есть до небольшая инструкция то есть нужно надавить и потом появляется уже цвет и потом вы рисуете мы с вами конечно это тестим на постель мате но тем не менее толщину линию можно увидеть потому что постель мат она расплывается а соответственно на акриле это будет выглядеть по-другому кстати есть у меня незавершенная садика звездочка работа на ней сейчас покажу как он себя ведет у меня в процессе вот такая вот киса это работа акрилом будет но аналогично который вам другую кошку показывал все вот из той же серии и но интересно и он как акрил он вот так вот быстро схватывается и растушевывается я все равно все это будет акрилом покрывать поэтому думаю мы можем с вами попробовать ну кстати можно было взять и потоньше потоньше сам маркер потому что какие-то супер тонкие усы скажем я просто сейчас на скидку до хотя в принципе ничего иногда прям то что нужно потому что не всегда кисточка это получается так немножечко вот так работу мы помучили мне нравится потоньше бы еще взять и кстати можно и 6 тоже таким образом делать но для этого все-таки кисточка конечно будет удобнее а какие-то тонкие вещи и потом если вот так вот распределять ну в общем неплохо мне нравится очень хотелось всегда попробовать такой маркер с маркером и закончили давайте идем дальше сейчас будут случайные вещи вытаскивается взяла вот такой вот акрил от кампуса просто потому что хочу прям разные разные акрилы попробовать и цвет мне очень подходит вот такой вот нейтральный посмотрите красивый да такой бежевый но в то же время он немножечко серым оттенком для каких-то фонов для разных деталей подумал пусть будет да пусть у меня будет вот этот запас и дальше другой акрил это уже от малевича матисса такой я не пробовала посмотрим серый теплый он называется тоже красивый цвет в общем весь акрил который я сегодня вам покажу весь он в таких оттенках потом золотой я взяла случайно думала что это бежевый но буду тоже его использовать потому что если вы мешаете вот такие блестящие красочки акриловые с какими-то другими там с той же там вот этой либо вот этой то блеск уже будет немножечко уходите и кстати красивые всякие серебряные золотые они усложняют цвет и делают более такие интересные сложные смеси такие сложные сочетания взяла я еще малярный скотч вещь полезная тоже нам пригодится но раз уж да там закупался обычно тоже взяла я им посылочки запаковываю и чтобы все было красиво бесконечный чек у меня да поэтому по цене тоже могу что-то как-то сориентировать но цены на самом деле сейчас даже раньше помните я цены говорила что сколько стоит примерно да на каком сайте сейчас это даже не особо актуально потому что каждый день реально все меняется санса дороже белый акрил тоже вот такой вот от малевича попробую белые что карандаши что акрил всегда нужен нас же у меня еще один скотч поставлять я думаю только один взяла ну хорошо запас я как запасливый хомячок сейчас себя чувствую а еще я взяла вот такие карандаши это белый и черный пастельные карандаши от малевич который вот в этой облаточке помните я в телеграме писала что хочу попробовать такой набор потом посмотрела отзывы что вроде бы они не сильно пигментированные и решила что я не буду брать набор а попробую белый и черный карандаши тем более меня с карандашиками сейчас нормально и вот такие можно будет и потестить вот как люди такие упаковки красиво открывают да вот я не знаю вот вот такие они тяжеленькие кстати очень приятные в руке прям тяжелые тяжелые знаете что напоминает у фабора были такие карандаши да и сейчас есть графитные тоже в облаточке но все равно они такими тяжелыми не были так давайте возьмем нашу тестовую бумагу и посмотрим что это за история такая ух ты слушайте мне нравится надо у меня набор брать очень прикольно мне нравится надо было на алиэкспресс закажу набор себе возможно слушай на принципе классно и вот это вот тяжесть в руке она хотя может потом и надоест на так вроде бы очень здорово мне нравится и они более тоненькие чем обычные карандаши да если сравнить хотя ну вот это лера вообще толстячок поэтому с ней сравнивать наверное не стоит они толстые вот у всех кстати свой диаметр до замечали у пастельных карандашей чуть-чуть у всех они ой то пятно от этой краски надо вытереть акрил который не засох ведь я уже руки мне они красивые чистые все грязные черный интересно сейчас посмотрим он знаете такой не то чтобы прям супер пигментированный на мягкий и приятный по нанесению как интересно вся эта история будет у нас затачиваться давайте попробуем то есть а вот так вот смотрите этот кусочек ух ты прям как пленка сейчас покажу нормально сфокусирую видите она вот это вот пленка прямо отходит и вот таким образом значит его затачивать она прям довольно толстая это пленкой она как чешуйка отпадает интересная история да ну как-то прикольно все это мне нравится столько нового всякого появляется потом я взяла можно сказать необходимую вещь вот такой вот набор пастельных карандашей это в общем сепия сангина и черный да такие классические оттенки из них мне нравится сангинный потому что как-то мне зашел последнее время черный от фаберкасту какой-то он прям такой тверденький такой вот не то что супер мягкий как некоторые францы пуча такой довольно интеллигентный какие-то вещи прорисовать такие хорошенькие карандаши и красивые ну понятно здесь да все что черный это черный он даже видите все таки чуть-чуть понасыщеннее чем вот этот такой странный обладкий малевич и это у нас с вами вот такая вот это даже не сепия скорее шоколадный такой красивый цвет и красная вот такая сангина которая кстати очень классно может перемешиваться с коричневым и у них вот этих коричневых вариаций цвета становится очень-очень много что тоже здорово то есть такой большой диапазон всего там из двух оттеночков разные теплые коричневые потому что вы знаете такие коричневые которые у дервинта например они какие-то немного мыли на тусклые бывают а этот он очень даже яркий это приятно что у нас дальше в чудо пакете ой вот это вообще я надеюсь что будет классная штука прям такая дорогая была сколько же он стоил этот амстердам сейчас по самой большой цене мы его с вами найдем а лак для акрила амстердам 2 176 в общем очень дорого но большая упаковочка сатиновый надеюсь что все будет классно тоже будут тестить разные работы для масла для акрила подходят поэтому видите мои истории со смешением акрила и масла на одной картине они будут им я думаю замечательно фиксироваться такое примут вложение в лаку надеюсь долго все это проработает до этого я покупала знаете как у меня тоже так нравится в леонардо пебео я покупала сейчас покажу вам его вот такого плана один у меня уже закончился я наверное из него уже ничего не смогу извлечь и вот этот вот новенький тоже классные приятно вот разу ли разбрызгивается у нас было с вами видео как раз про лаки и очень важно чтобы сама вот это вот брызгал когда самая розой который находится внутри баллончика чтобы помпа хорошо работала иначе все это будет каких-то капельках поэтому даже если вот в нашем санете например нормальный состав то не могу закрыть нормально никак то это помпа она там работает плохо а здесь она работает что-то не как вот закрыла хорошо это мы убираем чтобы у нас не отвлекал и дальше пойдем давайте смотреть что у нас дальше еще один вот такой вот акрил немножечко по цвету отличаются да это называется коричневый пастельный а вот это тепло-серый но такой бежевый конечно они может быть на камере похоже но хотя ведь разница все равно видно мне очень нужны просто такие оттенки поэтому я их беру далее идет вот такой вот тоже от малевича он называется по моему телесный но скорее он какой-то такой персиковый то что очень яркий до для телесного получается потом у нас интересная вещь набор от сын илья здесь шесть цветов они тоже очень так дорого стоили раньше конечно можно сейчас так сказать про все дам не будем об этом говорить зимние горы называется шесть цветов я люблю всякие холодные сероватые оттеночки докупать и мы сейчас его с вами откроем и потестим потому что некоторые очень классные конечно меня не где-то пересекаются но я подумал раз у меня есть такая возможность то сейчас возьму то такой базовый набор еще здорово что здесь был зеленый потому что у меня из набора моего же сын илья для портрета там был очень похожий зеленый и мне кажется что это он давайте где-нибудь вот вот тут я сделаю на свободном участке эту выкраску вот этот очень красивый голубой какие они все-таки прекрасные и посмотрите сколько пигмента я нанесла только до взяла в руки и уже все красится нужно быть очень осторожными секстры софт пастелью я его доложу кстати в вот этот блистер от большого набора вот в эту поролоновую штуку у меня все будет пополнение ой какой господи какой он вот этот мягкий ну ладно не все мягкие конечно прекрасно вот этот цвет вообще мой любимый смотрите какая красота на такой он прям вот нейтральный но в то же время мой бордовая бумага сейчас всего красоту все не передаст здесь он более такой скажем с частичками как будто бы да то есть вот этот прям зеленый как бархатные наносился этот вроде бы чуть-чуть с каким-то вкраплениями наносится но тут зависит уже от самого пигмента потому что все пигменты разные потом что идет белый белый кстати у меня белый закончился от санелье я последнее время для таких всяких моментчиков добавляла белый от рембрандта классный какие-то самые вот эти сочные яркие блики ставить вообще будет замечательно дальше у нас яркий голубой такого в наборе у меня точно не было прям такой пейзаж то складывается такой сложный очень красиво такая вот красота такие маленькие маленькие мелочки вроде бы так много все это стоит потом я все это уберу красивенько уже себя большую упаковку что дальше я взяла слушайте я все-таки взяла господи я забыла представляете ой ну я даю в общем неужели все-таки взяла я думала не брала его но не зря вот как мысль быстро материализовалась да я сказала вам что нужно взять наборы взяла не стал я брать большой взяла вот такой вот открываем в общем прикольно сейчас я посмотрю может быть части на работу отнесу а может быть и себе ставлю буду пользоваться я посмотрю знаете вот цвета у меня какие-то пересекаются или нет и а еще мне я так люблю вот эти железные упаковки я все храню если честно вот от фабора не такие красивые как красиво ухты ой какой вот это смотрите красивый они выглядят как игрушечные как будто пастель такая несерьезная я сейчас знаете как попробую сделать интересами это получится на лак вот так поставлю о потому что я снимаю на телефон да и камеру меня сломалась я говорила пытаюсь пытаюсь сделать все возможное в общем а так нормально вроде все помещается классно ну и что же такое же белое ощущение как будто вот этот смотрите они разные по цвету или сама обладка другая этот был у нас графитном наборе а этот в этом из 12 цветов нас не провести давайте сейчас будем сверять все это сделать эти отсюда то и точно в станове сейчас испачкаюсь потому что они мягкие этот белый из набора графитного ведь он белый прям такой белый как в холодной а вот этот белый как белый все махты помягче не пойму-ка я разницу наверное про свет обладки ну по-другому они сделали непонятно вроде белая одинаковая дальше у нас идет такой вот безумно рыженький желтый средний но я бы желтым среднем не назвала бы скорее похоже на золотистую если ну хотя может быть и да нет это какой-то золотистый скорее и хорошо кстати что мы тестим на бумаге которая темная да потому что мы увидим вообще возможность перекрывания цветом рыжий как называется оранжевый но тут все логично ну прикольно прям вот знаете какая-то новинка это приятно но как там вот сейчас я пока их держу тяжеловато это у нас бриллиантовый красный не просто вам красный бриллиантовый он какой-то немножечко подразделенный да видите не сильно пигментированные бывает прям понятно что он тепленький но бывает красный прям вообще безумный по яркости и это у нас фиолетовый фиолетовый все скорее какой-то как сирень такая ну красивый цвет для тех кто любит фиолетовый вот я люблю потом сейчас секунду синий голубой от нас голубая fc надо очень кстати классный пигмент у голубого а вот этот я вот такие цвета прям обожаю у меня похожий оттенок небесно-голубой называется был но есть в наборе сонелье в портрете там он такой красивый такой прям как фиалочки какие-то сиреневый и кстати очень приятный как я рада что я взяла набор в общем мне так нравится во всем здорово здорово и это изумрудный как хорошо что они начали доделать карандашики что у нас есть свои карандашики зеленый такой прям яркий яркий чет я много сделаю им вот этот набросочек а вот этот подойдет очень много для чего сложный такой цвет это у нас на логично тут все можно я могла бы даже догадаться как они все назвали оливковый по чуть чуть потверже чем вот этот зеленый изумрудная но красиво тоже коричневый всегда мне интересно потому что часто называется соответственно коричневый очень кстати неплохо посмотрите на какой он похож ой ну кто-то наверное помнит помните вам говорила про и это было конта я взяла такой коричневый которым чуть-чуть вот в эту желтый зеленую оливковую сторону уходит он такой был классный он видимо падал и в общем быстро поломался а вот этот покошь на него мне нравится для каких-то рисования натуральных вещей природных вообще всей природы и животных вот вот такие цвета очень они нам помогают это сейчас у нас смотрите там штука оторвалась это у нас сиена ну да но я бы сиеной наверно назвала все-таки сиена это больше вот то что было у нас красивый конечно смотрите то как пересекаются и у него отвалилась вот эта часть но ничего страшного дам цвет красивый это можно простить а это пожалуйста вам бронзил они прям ну ладно они разные конечно но в приятной гамме очень нужный можно и будем тесте черных может делали на давайте раз уж для завершения этой выкраски приятный черный ничего не скажешь очень хороший я довольна мне очень нравится классно классно да что я взяла этот набор я думала что не взяла я уже и забыла и мне нравится вот вот эта вся коробочка так и буду его тогда эти правильно положим так и буду хранить а может и нет да наверное положу все в общем коробку а вот эти я все равно и я вот у нее знаете сколько их я их сохраняю ну ладно не так много но достаточно дальше что там дальше я уже сама что-то устала это белый но понятное дело белый нужно я взяла за одно разницу посмотрим на между вот таким вот кампусом кампус у нас кстати чё производство вы знаете не понятно что она то есть изначально как бы франция но в россии они производят что все белые конечно разные разные качества разное количество это блеска по укрывистости тоже ой смотрите я взяла и видимо 2 такой не нужен супер запас ладно это не так интересно это что у меня там последние что ли осталось это наборчик вот такая вот красота смотрите какие они у меня сделаем хитро сейчас вот так поставлю чтобы было видно и и все да мы с вами все разобрали и так вот такой вот у меня амстердам тоже сейчас необоснованно необоснованно дорогой он и был дорогой ну в общем я подумала почему бы и нет вот эти все малыши которых я заказывала нам джексон себя не закончился про дорогой видите две тысячи семьсот восемьдесят два вот такие два блистера получается у нас вот эти у меня все кстати по моему есть уже и вот такие я взяла они у меня для фончиков будут очень хорошо идти тут они все конечно сейчас будут все бежевые пересекаться да по моему они у меня все были вот эти вот особенно светлые классные и это удобно действительно когда понятно что все можно смешать это ясно да но вот иногда хочется взять уже готовый цвет особенно если относительно какой-то большой участок закрашиваешь поэтому всех их положу к себе в коробочку о и какие хорошенькие и вот эти тоже они такие классные пастельные цвета буду использовать поэтому буду надеяться что у меня будет работа будут заказы на акрилы и я смогу это как-то использовать ой вот это какой прелестный цвет и вот это все как красиво такие прямо не сладкие все цвета ой ну что ж вот такой небольшой обзорчик мы с вами сделали до чего я накупила это что-то нужное что-то не настолько нужное но все равно приятным творческий шопинг это всегда как-то радует на этом буду завершать мое видео мою распаковку сегодняшнюю надеюсь вам это видео понравилось может быть даже было полезно поэтому желаю вам тоже удачных покупок если собираетесь что-то приобретать и мы обязательно с вами увидимся в следующем видео надеюсь что я их буду делать больше и чаще спасибо друзья за внимание и всем пока